Привет! Вчера я ехал ночью на велосипеде и тогда я увидел позади себя маленькую звезду. Звезда была над деревьями, ну то есть на поверхности земли, как и луна, которая выходит с этого, с поверхности. Ну, как луна выходит из земли, так и эта звезда вышла из земли, да? Ну то есть она была красной. То есть я никогда не видел такой яркой звезды, хотя на небе не было ни одной звезды, потому что сейчас же это белые ночи. И вот недавно я по телевизору слышал, что на нашу планету, планета Земля приблизилась другая планета под именем Красная планета Марс. Ну вот. И вот поэтому я решил сегодня снять про красную планету Марс. Почему говорят, что она именно красная? Об этом в Ютубе много споров, что планета Марс не красная вовсе. И это нам обманывает. Значит, на самом деле, если посмотреть на Марс от Земли, оказывается, она действительно красная. Ну, в этом, конечно, спорить нельзя, потому что Марс от Земли все равно будет красной, потому что даже Луна, когда начинает выходить, она тоже красная. Это потому что этот углекислый газ, вот красный, красный свет дает этот именно дым, дым планеты, да? Хотя, хотя и ночь, но все равно этот свет, свет этой звезды, то есть этой планеты Марс делает ее красной. То есть на самом деле Марс не является красной планетой, а Марс является обычной планетой, да? Ну, где нету этого, нету такой атмосферы, как наша. То есть Марс, по сути, не является красной. Она должна быть, как и Луна, имеет совсем другие оттенки света, да? Вот. Говорят еще, на Марсе есть много метана, и другие говорят, что метан – это доказательство того, что на Марсе была жизнь. Вот. И на этот вопрос многие тоже ведут споры, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе. На самом деле на Марсе жизни нету, как и на других планетах, кроме планеты Земля. Вот. И с этим многие со мной спорить не будут. А если и будут спорить, то Бог, который сотворил человека, положил чувства человеку, такие чувства, что человек всегда хочет улететь на другие планеты. Вот. И это чувства, которые положил человеку Бог. И на самом деле в будущем так и будет, потому что Марс станет обитаемой, как и все другие планеты по всей Вселенной. Вот. И как сделать на Марсе жизнь, вот, чтобы она была обитаемой, и не только на Марсе, а по всей Вселенной. Вот. Для этого нам нужно использовать технологии Бога. Вот. Что такое технологии Бога? Технологии Бога – это создание атмосферы, создание жизни на необитаемой планете. Вот. Любые растения – это стрелы, которые создают озон, озоновый слой. Например, хвойные деревья, вот, твердолистьяные растения. Все они созданы так, чтобы от них выходило статическое электричество. Статическое электричество энергии молнии, да? Когда статическая энергия выходит, многие физики это знают, что большие круглые конденсаторы статические, вот, например, торы в катушке Тесла – это конденсаторы, а где острая, то есть, где острая, там энергия выходит. Вот. То есть, именно, вот, растения созданы для того, чтобы от них выходила статическая энергия, энергия молнии. Вот. Если нам удастся сделать на Марсе, чтобы росли растения, и дать им эту энергию, то энергия, которая будет выходить от хвойных деревьев, твердолистьянных растений, от травы, они будут создавать озон, озоновый слой на планете Марс, да? То есть, на любых планетах будет существовать озоновый слой, это означает, там будет жизнь, да? Молния, вот, то есть, озон – это кислород, вот, кислород создают растения, вот, а молния дает статическое электричество, вот. И на планете Земля раньше был изоляционный слой, такой конденсатор, конденсатор молнии, который давал энергию всем растениям. Этот слой, этот электроизоляционный слой – это и есть каменный уголь, вот. Каменный уголь, благодаря содержанию метана, содержанию метана, мог создавать, вот, изоляцию. Ну, вот, молния – это создаёт вакуум, то есть, энергия создаёт вакуум, и через этот вакуум она распространяется через атмосферу, да, через кислород, вот. Такой же газ, например, этот метан, она создаёт давление, да, то есть, если она находится в жидком состоянии, то создаётся давление, и это давление не даёт энергии молнии пройти через это высокое давление. То есть, каменный уголь содержит метан, и это факт, потому что, вот, шахты взрываются, взрыв метана, потому что каменный уголь – это изолятор молнии, вот. Шахта, там энергия молнии изолируется, и статические искры происходят там, где каменный уголь, поэтому шахты взрываются. Вот, то есть, наша задача – создать на Марсе каменный уголь, то есть, изоляционный слой для того, чтобы можно было бы выращивать там растения, вот. Вот, а энергия молнии будет выходить от этих растений, создавать кислород и озон, вот. Статическая энергия. Вот. Статическую энергию можно создавать с помощью электричества. Электричество можно взять на другой планете с помощью атомных станций, да, атомных электростанций, вот. Вот, если там нету, нету молнии, да, вот. А если там нету нефти, то нефть можно сделать из метана, а метан можно сделать с помощью электричества. Если графит, графит замыкать с водой, то выделяется водород и анион, гидрокарбонат. А если нагреть водород с графитом под давлением, то получается метан. Вот, именно этот метан и находится на планете Марс. Сейчас в промышленности делают разные масла, вот синтетические масла для автомобиля. И эти масла делают из газа, вот. Например, из метана тоже можно сделать вот такие газы. В принципе, от метана можно сделать любой углеводород, то есть углерод, содержащий вот эти битумы там, масла. Вот, если забирать от нее водород путем нагрева. Вот, я всю эту химию не знаю, но вижу, что наша промышленность все это умеет. Вот, то есть не за горами в тот день, когда на Марсе будет существовать жизнь. Вот, если сделать изолятор молнии. А как выращивать растения, наверное, вы все знаете. Для этого многого не нужно. Есть ученые, которые подтверждают, что растение может расти даже на вакууме. Или в бескислородной среде, в азотной среде, в принципе, и в метановой среде она может расти. То есть для роста растения нужен только свет, да. Свет и удобрения. Такие как анион гидрокарбоната и водород. Вот, а это можно получить с помощью того же графита, кокса, древесных углей, с помощью электричества. Электричества молнии или электричества атомных станций. Вот. А чтобы создать каменный уголь, достаточно нагревать залежи нефти, вот, тем же атомным зарядом, вот, атомной станцией, например. Чтобы нефть кипела и извергалась из-под земли. Ну, как вулкан взрывается, так и нефть будет выходить наружу Марса и создавать такое изолисенное покрытие. Ну, вот. Как и на нашей планете когда-то. Вот как и был образован этот каменный уголь. Ну, мы поняли, что воды на Марсе много. То есть из воды можно сделать нефть, ну, с помощью этого графита. Вот. Ну, если растение растет, там выдаляется кислород. И растения кушают животные, насекомые. А от них создается этот аммиак, то есть азот. Вот. И атмосфера Марса будет таким же, как и на Земле. То есть Марс будет обитаемой, как и эта планета. Вот. Как планета Земля. И я думаю, нам, землянам, нужно прекратить разные споры вот эти насчет того, что существует ли жизнь на Марсе, не существует ли жизнь на Марсе. Красная ли это планета или не красная планета, а нужно уже начать создавать в ней жизнь, чтобы она уже была обитаемой. И уже жители Марса будут говорить, вот Земля эта красная или Земля не красная. Спасибо за внимание.